Меня зовут Радошова Анастасия Анатольевна. Я являюсь культуром гипотеатрии и также педагогом по мотивам образования в таком биологическом комплексе. К сожалению, мне очень трудно из моего родного друга помочь по лошади здесь проходить сейчас с вами, показывать этот пастер-класс, но я постараюсь максимально передать вам эту информацию, которую происходит на занятия, вообще передать суть нашего занятия, причем мы занимаемся рядом с лошадью и вместе с детками. Хотелось бы ознакомить целую свою программу. Я занимаюсь с детьми программой «Игры в альпотерапии». Если вкратце затронуть тему альпотерапии, вообще чем она полезна или чему она нужна, то здесь играет и физическое воздействие на ребенка, и психоэмоциональное. То есть ребенок комплексно развивается сидя на лошади. Стоит отдать должным маленьким деткам, вообще всем взрослым, которые садятся на животное весом, которые практически в 10-12 раз больше нас, мы садимся на него, вымечаться, управлять, мы на него едем в сети импусы, которые передаются от каждой ноги лошади. Они передаются в тебя до человека, и, соответственно, у человека тело начинает работать физиологически правильно, то есть так оно должно работать, как люди. Так как мы работаем с детками с ОВЗ, соответственно, в зависимости от заболевания, которое присутствует у ребенка, идет и физическое воздействие. Чем же полезны и для глупотерапии, и что мы используем? Я здесь указала несколько предметов, которые чаще всего используются на занятия. Первоначально, когда ребенок приходит на занятия, он учится общение с лошадью. Не каждый ребенок с первых минут подойдет к лошадке и пойдет ее гладить. Здесь еще нужно помнить, что это животное большое, оно фыркает, а у него большие глаза, большой рот, и отодать это должно быть очень много смазица. Но в любом случае мы находим к каждому ребенку абсолютно индивидуальный подход, запрягая его как игрушками, так и общением с лошадью, то есть то, что это положительная волна и позитивный настрой. Детки на занятиях проходят различные экскурсии. Мы их проводим, они рассматривают вообще, как живут лошади, чем они питаются, где они стоят, учатся чистить в лошадках. Это тоже общение, это направление называется отдельно не ипотерапия, а иповенция. Иповенция – это ипотерапия для души. Мы учимся седлать лошадок, мы учимся одевать уздечку, седло, конусы нам нужны для того, чтобы делать различные задания, да, но и для взрослых тоже разные цены. И также игровой инвентарь. Мама нужен на занятии для того, чтобы немножко отвлечь мозг. Когда мы сидим на лошади, абсолютно все наши посыдные мышцы, мозг нацелен на то, чтобы на лошади удержаться, да, то есть ножка у нас держится, спинка у нас работает, все это по активной форме двигается, а еще не дай бог лошадь резко начнет, ну не резко, начнет поворачивать, и для ребенка это будет, если неожиданно, ребенок терять равновесие, хвататься с рукоятки, или же пытаться как-то держаться на лошади. Когда мы играем, мозг приходится разделяться на две половинки, да, первая у нас отвечает за то, чтобы придержаться, вторая, ага, игрушки. Нам нужно где-то кинуть мяч, либо поймать мяч. Нам нужно, прищепки, к сожалению, я не ставил, но они дальше будут не заметны. Нам нужно снять прищепку, это двигатель, метро моторика. Развивается также крупная моторика, равновесие, координация и вестибулярный аппарат. Хотела бы здесь показать тоже на инвентарь рабочий, да, это обруч. Обруч очень интересно вводится в игры различные, мячик, прищепки, которые мы привлекаем на лошадку, и ребенок во время движения должен эти прищепки снять. И что самое интересное, чем старше ребенок, тем сложнее задача. То есть начинаем мы от простого зажима, снятия прищепки, а заканчиваем тем, что даем задачу. Снимаем сначала две красные прищепки, а потом, допустим, одну желудку. Так, ага, сейчас, секунду. Это видео представлено занятием с 7-го пяти лет. Производка расстройства аутистического спектра, и пока что мы только учимся отвлекаться на игровой металл. Вот так, по всему, впрочем, это у нас уроки того, чтобы водить машину на мало или прокладку. Гальдеки у нас для того, чтобы различные мальчики были ненавидно хватательные функции. Разбудительно. Также для деток постарше у нас устраиваются различные роды эстафеты. Вот на данной фотографии показаны игры, детские иконные игры. Это очень увлекательное и интересное мероприятие. Там детки учатся именно командной работе, сплоченности. Мы пытаемся именно зарядить вот этот позитивный настрой, чтобы сделать качественно, быстро, сплоченно. И в принципе, я думаю, это даже немножко схоже с конкурсом 4К. Мне очень понравилось вчера. Но дети очень быстро вовникают. И у многих даже идет прогресс за счет вот этого коммуникативной работы вместе с общакой. Здесь тоже доставлено видео, буквально в порядке. Пару слов подскажу. Мы проводим сессию по импонентам. Что такое ипоенция? Это профиль для душа. Мы учимся общением с лошадью, наблюдением за лошадью. Мы учимся понимать язык жестов лошади. То есть, каким образом она показывает свои эмоции. На это есть основные индикаторы. Это хвост, это ноздри, это глаза, это уши. В зависимости от того, каким мы эмоцию видим, мы ее принимаем на себя. Когда лошади страшно, нам тоже страшно. Мы не поверим, что лошадь чувствует абсолютно то же самое. То есть, когда лошадь чувствует у нас страх, и тоже становится страшно. То есть, на уровне эмоционов животное и напряжение тела человека, животное очень хорошо понимает, что он чувствует в данный момент. Человек стоит ли опасаться или стоит ли доверять человеку? Я бы хотела даже немножко ответить на очень интересную историю. Где-то в 70-х годах в цирке представляли лошадь, которую якобы умела считать. Она, к сожалению, не умела считать. Цирки же раньше были в шатрах, в больших пробах. И, значит, когда лошадь выходила в центр крока, я, допустим, ведущей ей говорила 2 плюс 2, когда лошадь начинала отбивать копытом, на третий раз она чувствовала волнение у людей. И когда на четвертом она отбивала копытом, вот этот пик волнения, пик эмоций у людей у всех зашкалку, и, соответственно, она останавливалась. То есть, на момент вот этого пика эмоций у людей лошадь считывала это все или, соответственно, давала верный результат. Так же и с диафином. Мы являвно проводим различного рода спортивные мероприятия. У нас спортивные мероприятия, так как у нас немножко другой, у меня немножко другой профиль работы, у нас проходит в виде эстафета. То есть это даже не столько спортивные мероприятия, сколько, опять-таки, да, то есть, как детские конные игры, так у нас и спешлами проводятся именно как эстафета. Это, опять-таки, достижение ребенка. Да, это желание ребенка двигаться вперед. Это команда работы, потому что спешлами, там тоже идут именно командные достижения. То есть не только личные несчеты, а именно как проще. Вот. И не могу не оставить без внимания творческие достижения. Творческие достижения мы с проходят абсолютно различным ключем. Мы с детками придумываем различные постановки номеров. Либо же это у нас выставки костюмов. Я не дальше, я только покажу. Но на данном фото это у нас инклюзивный полный спектакль с классной «Сирка-булка». А где здесь это проходит? А где это проходит? В. 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 на одну из российских конференций, я привезла специальный прибор. Сейчас расскажу, что это за прибор. К сожалению, взять у меня его сегодня не удалось, потому что он находится на рабочем месте, у меня приехать оттуда не получилось. Прибор сам называется психофизиолог, и он считывает психофизиологическое состояние человека на момент здесь и сейчас. Для чего он нам нужен? Не каждому ребенку подходит абсолютно каждая лошадь. Не каждая лошадь подходит для ипотерапии, абсолютно не подходит лошади, которые больные, хорабые, старые, хотя это большое заблуждение, что вроде как самая спокойная лошадь, это старая лошадь, не подходят молодые лошади младше 4 лет, не подходят абсолютно каждая ипотерапия. Вообще считается по стандартам, что лошади ниже 120 см в ходке, к сожалению, не подходят абсолютно под ипотерапию. Но благодаря данному прибору он готов в некоторых случаях подскорить. И также тяжеловозные породы тоже переходим в ход для занятий моего профиля. Что же мы делаем в данном приборе? Мы считываем состояние ребенка, человека до занятия, считываем это состояние после занятия. и соответственно по всем параметрам практически мы видим, что либо если лошадь подходит, ребенок дал ему больший крючок по всем показателям, либо же если, допустим, человек остался на одном месте и показатели не изменились, либо же наоборот чуть-чуть послушались, такое тоже бывает. Мы соответственно данному ребенку, или человек больше или больше не любил. Мы представлены фотография. Хотелось бы также отметить, что я являюсь президентом федерации федеракии адаптивного форма спорта в приборском области. И на этом фоне мы решились создать нередисциплинарную команду специалистов, которые будут работать с областями, с общей, скажем тогда, с каждым ребенком. Я бы очень хотела в будущем внедрить эту свою программу тоже, но, к сожалению, с моим потоком это будет немножко сложно сделать, и я думаю, мы добьемся этого. Что же такое? Нередисциплинарная команда у нас состоит из реалитетов, из логопеда-терапевта, то есть на нем, из двух остеопадов, грамотные специалисты, из логопеда-терептолога, из зят-терапевта и практического психолога. Практический психолог у нас, как правило, работает по большей части с эволенцией и с родителями. То есть, когда мы на какое-то занятие в железной терапии, у нас на практический психолог берем у себя всех родителей, им это очень важно. Очень важна работа с родителями, очень важно их перенастроить на другую волну, дать им надежду веру в будущее, к сожалению, потому что бывают родители, которые абсолютно не уверены в своем ребенке, абсолютно, ну, разочарованы, допустим, в том, что у него есть какой-либо забыли память, да, либо же абсолютно не обращающий его внимание. Такое тоже, к сожалению, не бывает, поэтому мы решили взяться за всех. После консультации с ЦАГ-2 мы уже принимаем решение, каким образом мы будем в дальнейшем работать с данным ребенком. Не каждому ребенку нужно активно работать, не каждому ребенку нужно просто заселить, допустим, те, у кого есть излишний тонус, нам в тонусе нужно сглаживать. Вот, если у кого-то набор от гипотонуса, нам от гипотонуса нужно избегать больше активно. Вот, физи-интерапевт, ну, соответственно, постоянно отравленности, и логопедный дефектолог у нас проходит отдель, проводит также отдельную работу для дисциплинарной команды вместе со мной. То есть те, у которых либо не запущена вещь, либо же запущены, но какие-то слова есть, дефекты, мы с логопедным дефектологом совместно на занятии и на работу. Ну, достаточно, что хотелось бы отметить, занятие именно с логопедным дефектологом на лошади, оно очень интересное. Повторюсь, да? Другой, сначала рассказ. Когда человек сидит на лошади, основное внимание направлено на то, чтобы удержаться на лошади, потому что лошадь перед слишком много импульсов. Со стороны, кажется, вроде бы казалось бы, посадили попу на лошадь, и она спокойно везет, и все хорошо. Но, соответственно, лошадь абсолютно другие эмоции, абсолютно другое чувство, абсолютно другое понимание того, как же все-таки это нелегко. И когда занятие проводится у нас логопедным дефектологом, здесь сложность заключается в том, что, опять-таки, головной мозг придет план на положение работы. Соответственно, когда мы даем чуть большую нагрузку, головной мозг начинает работать чуть больше усиленно, и занятие построено таким образом, что в первую неделю мы дали рабочую работу ребенку, на вторую неделю мы дали чуть большую усиленную работу ребенку, то есть, допустим, ввели не два занятия, а три. На третье занятие мы опять сплавили для того, чтобы головной мозг немножко передохнул, принял себе эту нагрузку, и на четвертую неделю мы, соответственно, опять добавляем еще одно занятие для того, чтобы дать обойтись у него к работе. Ну, как показал фрактор, это очень-очень успешно проводить занятия. Здесь представлена уже ответственная группа, это моя группа по нашему управлению. Я оставила немножко место, потому что, может быть, у кого-нибудь лично не будет. А сколько у вас лошадей в клубе? Вообще, у вас в лошадей, у них есть частные лошади и ипотерапевтические, к сожалению, только восемь. Очень сложно подобрать лошадь на занятия и по-терапии, потому что нужно соперить очень-очень много факторов. Во-вторых, больные, хромые и старые лошади, они на занятия не подходят. И молодые тоже. Для того, чтобы вырастить хорошую лошадь, начиная со молодой, чтобы она была здоровая, чтобы она была выращена именно так, как она должна была, должна быть на занятиях. Это очень сложно и трудоемно. Из-за того, что по большей части у нас, у всех людей, которые не знакомы с этим и темы понятия у лошадь такие, что вот лошадь взяла как деревня, вот вторая работа исполнилась, и все, ее можно заезжать, на ней можно ездить, либо же забрягать ее, к сожалению, это не так. Чтобы лошадь выросла здоровой, ее можно заездить не ранее 4 лет. То есть в 4 года она только погодавливается для того, чтобы выходить на занятия, она заезжается. Я сама лично заезжала в трех лошадей, и вот у нас лошадь просто не умеет скидывать людей. Почему? Потому что вот на нее сел человек и поехал, как будто бы всю жизнь так и было. Как это делается? Мы это обрабатываем путем доверия. Вот, допустим, всех этих трех лошадей привезли к нам в возрасте от жителей до 8 месяцев. И с 6 до 8 месяцев, начиная вот с этого возраста, я начинала с ними работать. Работать каким образом? В руках. Для меня это та же самая поленция. Это очень интересно, это очень успокаивает, это очень завлекает, но опять-таки это очень передаемкий процесс, где нужно очень много терпения. Каждая порода, она реагирует по-своему. Каждая лошадь в свой тип пирамент. Не каждый тип пирамент лошади подходит по занятиям, опять-таки, по терапии. Но разные понимания, почему дело о цене не по терапии, потому что лошадь, которая идет в терапию, она маловероятно пойдет в спорт. Маловероятно пойдет в рабочий процесс. Ну, в рабочий процесс, мне кажется, уже идёт в рабочий процесс. Они у нас доживают до самости. Почему? То есть у нас есть лошади, которым уже 25 лет. Они уже пригодятся в работу. Они уже пригодятся в работу. А просто подшагать, допустим, подшагать дети, которые абсолютно здоровые, которые просто для нас занимаются, скажем так, являются у нас волонтерами. Волонтерское движение, кстати, тоже очень разное. Сейчас расскажу. И старые лошади, они работают все так же на ходе. Корды – это длинный поводок. И есть человек родовой, который просто его гоняет. Для чего это делается? Для того, чтобы лошадь двигаетесь. Потому что, к сожалению, если лошадь двигаться не будет, она очень скоро времени будет. Но это такая физиология. Это очень-очень большие маленькие дети. Маленькие, в смысле, прямо как голенички. Для них нужно очень много внимания. Очень быстро можно совершить ошибку. И свергнуть себе дорогу. Поэтому ценность у этих животных очень большая. Что касаемо волонтеров. Волонтерами приходят, а не только здоровые детки, но и детки. Да, сложно. Самым, наверное, таким ярким примером, у меня в многих практиках, это будет 41-летний мужчина там, Юрий. Он очень интересно влился к нам через остальные зимы, полный лагерь. Инклюзивный полный лагерь. То есть там были детки как и здоровые, как и детки с особенностью. И была смена, где были дети 50 на 50. Было 20 человек. Десять из них были доменятыми, десять из них были термогами. И вот Юрий оказался там, в основном в следующем году. Вот. Он сразу проявил огромное внимание и любовь к лошадям. Он очень треверно относится к своим заданиям. То есть если Юра скажет, что нужно подмести конюшню, он ее подметет так, а поверьте мне, не подметет, ведь и взрослый, а жених, подросток. То есть очень-очень ответственный алкоголь к своей работе. Вот. И на данный момент, например, моя самая старшая помощница, она выходит из моей группы как раз в кедрах от Федереха, северотерапии. Вот. И на данный момент, она мне уже помогает с занятиями, она помогает мне готовить лошадей, чиститься расстоянием лошадей. И это же то, что будет заниматься очень-очень направленностью. У кого-нибудь есть еще один процент? А почему ребенок на лиге перелехал спиной вперед? Вообще в элитетерапии есть основные положения. А положение именно тела ребенка на лошадь. Буду говорить ребенку, потому что проще тренироваться. Это лицом вперед, это сидя убором в обе стороны. Обязательно, вот прям крайне важно для того, чтобы неполноценно шла работа и правого полушария головного мозга, и левого полушария головного мозга, мы делаем одинаковое количество кругов в одну сторону, одинаковое количество кругов в другую сторону. Вкратце сейчас тоже расскажу, приведу пример. Вы же наверняка замечали, как лошади бегут в тюрьме. Они, выбегая на сцену, всегда знают, что нужно бежать только в одну сторону. И в крайних редких случаях мало кто из дрессировщиков об этом знает, и это оценит и уважает в плане здоровой лошади. Делает это в обе стороны. У них настолько это бит в головной мозг, в животных, то есть эффект Павла, можно в принципе сказать, что когда их опускаешь на огромное поле, небольшое поле, оно не знает, как только по полу. То есть они не чувствуют этих границ, их, к сожалению, вот это вот остается у них в голове. Ровным счетом точно так же у нас в работе. То есть если ребенок привыкли ездить только в одну сторону, и делать упражнение только в одну сторону, в другую сторону перенастроить будет очень тяжело, и, к сожалению, развитие пойдет только в голове. То есть если он будет, допустим, ездить в правую сторону, он их тоже не будет. Но в связи с этим мы постоянно меняем направление, и постоянно меняем положение. Разное положение, оно отвечает за разную работу, что будет наше хвост. И хочу обязательно информацию, только ответить, что это положение, сидя за ногами. Ну, или вы? А? Страшно. Да, я все получила. Ну, в особенности взрослого человека, здесь есть большая разница, что у детей, к сожалению, и, к сожалению, может быть даже, к счастью, отсутствует чувство страха почти у всех. Ну, вот в работе, особенностью детской СОВЗ с ними бывает в самом начале очень сложно, то есть именно при том моменте, когда надо их посадить на лошадь, да, они боятся. Но когда ребенок уже сел на лошади, занимается и доверяет как инструктору, а так и лошади, он позволяет себя путать абсолютно по-всякому. И, ну, бывает у некоторых заболеваний такая особенность, что они могут просто взять, и начать прыгнуть с лошади. Да. Это очень тяжело, и с этим мы работаем всегда с помощником, вот в особенности со сложными детками, а сложных деток, которых именно нужно страховать на постоянной основе, к сожалению, именно в группу к себе я взять не могу, потому что это нужно вести, занять это, это с ребенком. Я не могу от него отойти, потому что тот ребенок может спрыгнуть. Ребенок может вовремя не поправить опу, и просто-напросто съехать, в центре тяжести у нас какую-то золотину. Вот. Ну, и, соответственно, я просто не могу, допустим, провести групповое занятие. А в игроковой терапии у нас есть именно любые полные занятия, где дети ездят, допустим, вечерноверховая езда, мы отсваиваем, мы будем ездить по кругу, финал управления. Допустим, там, где-то мы шагаем шагом, да, где-то мы начинаем растить, какать, и так далее. Так вот, сидим в положении сзади, ну, очень интересно по своей природе, по своей сути. когда мы сидим лицом вперед, в них надвигается на нас под давлением. То есть мы, взрослые, тоже, возможно, не воспринимаем, но каждый ребенок ощущает это именно под давлением. И когда мы именно изучаем мир в этом ключе, нам немножко длинновато. Ну, то есть мы, в особенности детки с ОВЗ, могут раз, да, аутистический спектр, задержка психо-речевого развития, задержка просто развития, они воспринимают это как давление. То есть от этого можно стать страшным. Это, на самом деле, да. Когда ребенок садился задом наперед, у ребенка мир уходит из-под него. Он изучает его не из-под давления, а наоборот, да, то есть он его не видит давление. Он изучает, он может посмотреть абсолютно везде. Вот. Ну, лошадка хвостиком поверяла, для него это классно. Вот. Некоторым деткам мы даем, как хвостик подержаться. Почему? Потому что это интересно, и детки потом, приходя на следующее занятие, когда они садятся задом наперед, ребенок даже может не говорить, понадобится на хвостик. Да, все-все-все. Их пересадили. Вот смысл. Она, по-моему, с вами не будет, но все будет. Вот. Все. Все. Ребенок посидается на боках, как хвост, чтобы я его не удала. Вот. Потому что это очень интересно. И потом мы, ну вот, вот так же увлекательно доставим сюда, Там на раз, два, три, быстрее отпускаем этот ход, для того, чтобы был вот этот эффект, ну, застязание, скажем так. Если, допустим, Иван оказывается, или не хочет выполнять какое-то упражнение, или, допустим, говорит, что он устал, но фактически я понимаю, что за то расстояние, которое он проехал, он не может устать. Мы включаем различного рода игру. Каким образом это проходит? Вот, допустим, мы едем по двери на лошади, и делаем этот случай, у нас положение, как вот, крылью самолета, да? То есть, у нас вообще, комплекс упражнений, он очень большой. Вот. Различного рода, в играх, ну, чаще всего, заставляем, в основном, взять комплексовую игру. Если ребенок не может доехать, допустим, ну, на двери на двери, да, вот с такими руками, сказали, что ему тяжело, мы либо начинаем считать, либо же, выключаем, а я вот думаю, что ты не сможешь доехать до тех порок. И ребенок сразу получается, нет, смогу. Ну, что вот, ты такой силач? Досилач. И сразу появляется он из вас, и сразу появляется решение проблем у ребенка, в действительности, сам хочет уже этого. Вот таким путем мы играем, чем, ну, веселять и гадать, и проводим занятия. У нас осталось 3 минуты, к сожалению. У нас остались 3 минуты, к сожалению. В моем группе программы это ипотерапия. У меня вообще, детки занимаются с ними до 16 лет, по-моему. Да. Но вообще, в целом, я как ипотерапевт беру с 4-х месяцев, и я думаю, вообще не очень. Это взрослая, да. 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 Единственное, что для взрослых у нас есть небольшое облегчение до 75 килограмм, до 80 килограммов беремен, потому что тоже. Я думаю, вы просто к какой комплексе подходите. Для моей задачи. Вот. Почему? Потому что, к сожалению, тут у нас поток очень большой. То есть, помимо меня, в центре работают еще 4 инструктора. Вот. И из-за данного потока мы просто не можем делать как самих взрослых, потому что детей с 4-х месяцев. но у меня занимается порядком 100 детей. Это, я беру 40 своих по программе, да, и 60, у меня это хватит. Это с очень тяжелыми заболеваниями и социализацией. Заболевания абсолютно различные, то есть, например, есть детки, которые, к сожалению, даже сидят и не постоянно не емутся. Они только лежат, и у нас все что-то делают, и принимают. Я прошу Альта! Еще вам? Пrí pops up! Спасибо большое, faço meetup. Попробуем! все спасибо большое! Благодарю!